Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы вновь встречаемся с вами в нашей студии первого образовательного канала. И мы продолжаем цикл передач, посвященных одной из наиболее интересных и сложных тем в нашей истории. Это смене формации в новой России. И мы продолжим цикл передач, посвященных созданию новой системы управления. И сейчас я хочу представить вам нашего гостя. Это Мирзоев Гасан Борисович. Здравствуйте, Гасан Борисович. Большое спасибо, что вы согласились прийти к нам, выкроили время. Ну а для наших телезрителей я скажу, что Гасан Борисович – это заслуженный юрист России, это доктор юридических наук, профессор, ректор Академии адвокатуры и нотариата, Российской Академии адвокатуры и нотариата и президент гильдии российских адвокатов. Гасан Борисович, ну поскольку у нас сложная такая тема, и тема очень интересная, так сказать, с учетом вашего колоссальнейшего опыта, так вот как вы видите, почему у нас произошла смена общественно-экономической формации? Я предложил одну концепцию, выступая здесь перед нашими телезрителями. Я сказал, что в основе смены общественно-экономической формации произошел, ну скажем, такой элементарный момент, когда господствующий тогда административно-элитарный класс был фактическим, но не юридическим собственником. И поэтому он стал инициатором вот сам перестройки. Он захотел просто взять эту собственность. Может быть, я не прав. Если вы имеете в виду переход от советской системы общественных отношений к нынешней, рыночной, я бы не сказал, что это смена формации. По сути дела, это очередная историческая эпоха, с которой столкнулся российский народ. Вот, во-первых, вот начиная, ну где-то фактически все началось в начале 20 века. Первая революция, потом 17 год. На самом деле, я думаю, со временем историки дадут четкую, конкретную аналитику всех этих ситуаций. И мне даже кажется, что отправным моментом в нашей истории, я лично считаю, это когда российский народ отлучили вначале от царя, уничтожив царскую семью во главе с самим царем. Потом российский народ отлучили от Господа Бога, запрещая в течение почти 80 лет, ну, мы прекрасно знаем, отдельные только церкви работали, и то те, которые священнослужители, преданно служили церкви и России, они были физически уничтожены. Остались немногие. И не только в отношении православной, вообще все религии, все традиционные религии России практически кое-как просуществовали до начала перестройки. Это явилось отправным моментом. По сути дела, подведет такой ядерный удар под духовно-историческую суть и сущность вот той России, которую мы знали, которую мы любили, историю которой изучали, которую дали миру великих людей, без всякого преувеличения. Это все мы имена их знаем, начиная от декабристов, начиная от Чернышевского, Добролюбова, писателей, Достоевского и, не говоря уже о Толстых, Алексея Ильве и многих-многих-многих других. Я даже говоря, мы постольку будем говорить о правом аспекте, дореволюционная адвокатура, она представляла из себя высококультурных, настоящих русских интеллигентов, владеющих иностранными языками, большинство которых были аристократы, дворянского происхождения, люди, которые действительно служили праву, закону. И дореволюционное правосудие, оно было совестливым, оно было строено на законе, законодательстве о наложении, и самое главное, что вот эти решения, которые принимали судьи, сейчас у нас возрождается, это суд присяжных, а решения принимали судом присяжных, начиная после реформы 1864 года. Казалось бы, 1861 год, вот та точка отчета, с которой, мне кажется, нужно говорить, что прошла Россия за этот период. И формацией, собственно, можно считать, вот переход от крепостного права до точки под названием, сейчас все сравнивают год, 1913, что совершенно правильно, когда Россия была самодостаточна, до начала Первой мировой войны, когда она была великая, могучая, поставляла свое продовольствие, она была сильной армией. 17% в год прирост национального дохода. Да, высочайший уровень, несравнимый даже с сегодняшним. И развитие демократии. Возьмите совестливых нашего царя-государя Николая II, насколько ведь его отречение было не то, что он отказывается от престола, и на этом конец самодержавия. Его отречение было вызвано его личным гуманным отношением, его любовью к своему отечеству, что если он не устраивает, потому что народ бунтовал, если его не устраивает народ, то нужно было, он готов был пожертвовать самим собой, и передать престол другому, престолу-наследнику. И вот на этой волне сыграли большевики, они устроили этот переворот, абсолютно нечестный, потому что мирным путем царь-батюшка разрешил, и не возражал, чтобы существовал Сенат, существовала Государственная Дума, кстати говоря, в которой были и левые, и правые центристы. Именно благодаря правому большинству в Государственной Думе было спокойствие и порядок. Как левые взяли вверх, радикальные переломы, кстати говоря, постоянно, вот дьявол путает, извиняюсь за это слово, то ли сатанист происходит, постоянно путает Россию и выводит на какую-то ситуацию. То батюшку царя убили, то 80 лет большевики, которые отключили народ и от Бога, и в то же время, вот сейчас что, какой момент, к концу уже этого периода, к концу, ну, где-то к 80-х годов наступил момент, когда уже все понимали, что да, вот эта вот власть, которая, по сути дела, формально народная, ну, она не отвечала всем чаяниям России. И произошла такая вот петоморфоза, когда на самом деле мы понимали, что социальные государства, но все были понемногу бедные. И все думали, ага, наступит перестройка, сохранят социальные блага, придут рыночные отношения, и при этом будет демократия. В очередной раз народ обманули. Вот я так считаю. Этот обман носит исторический характер. И вот есть момент истории, который переломным называю. Это приход к власти Бориса Николаевича Ельцина. Человека, который сам пострадал, который разрешил и, по сути, сделал первые шаги вернуть Россию на круги своя. Кстати, если вспомним мы государственное устройство Российской империи, оно было построено на принципе губернии. Начиная от Ивана Грозного и до Петра I, от Петра I до Николая II губернии, они были во главе всей исполнительной власти, им подчинялись уезды, и деньги шли не в центр, как сейчас, а они распределяли все эти налоги на на губернии непосредственно. И они решали и вопрос образования, были разные уровни, разные возможности, прекрасные гимназии, которые для неимущих, любой, в принципе, бедный человек, неимущий, мог себе получить образование. Сегодня даже, если сравнить, вот даже ту, еще после крепостного права Россию, сегодня человеку, простому, свою семью накормить непросто, да еще обучить своих детей, тем более сложно. Практически все элитное образование сегодня платное. Вот я считаю, что мы должны изучить нашу историю не с точки зрения, вот сейчас у нас, даже к сожалению, наш министр образования подводит наши реформы, смотрит, как там на Западе. Вводит нам сейчас бакалавров, магистров, забывая о том, что именно даже советское образование, со специалитетом значительно превосходило все варианты вот американского, европейского и прочего вариантов образования. Мне кажется, мы должны идти по пути, наконец, не разрушать до основания, а затем, а мы должны идти по пути совершенствовать то, что хорошо работает. Совершенствовать институты гражданской власти, совершенствовать правовой аспект этой власти. Вот сегодня, к сожалению, в очередной раз, уже будучи депутатом Государственной Думы третьего созыва, я, как мог, принимал участие, будучи заместителем предстателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству, в этой административной реформе. И уже тогда ее проводил тогдашний замглавы администрации президента господин Казак, Дмитрий Николаевич. Я был категорически не согласен, когда традиционные устройства городов, маленькие города превращали в поселки, и сегодняшние... А зачем, кстати, это делать? А вот скажите, зачем? А для того, чтобы деньги, которые были на развитии этой городской инфраструктуры, должны уходить выше. Понятно. И поэтому сегодня вот это развитие получила сегодня у нас Москва, Санкт-Петербург, все, что вокруг них, а окраины России в очень-то непростом положении. Им нужно помогать. Вот одна надежда на то, что может быть следующая Государственная Дума, которая с шестого созыва, может быть, там вернуться к вопросу о том, как правильно обустроить Россию с точки зрения ее управления, управляемости, с точки зрения ее федеративности, исключить вот эти ситуации, когда хотят страну раскинуть по национальным квартирам. Кстати говоря, не было национальных республик. Да, были губернии, и там была уфимская губерния, это нынешний Башкортостан. Ну, я не буду говорить, сейчас же сложилась эта система, есть конституция, так сказать, критиковать мне как бы не очень подручно, но с другой стороны, сегодня, когда очень сильны голоса людей, которые якобы радеют за великую Россию, и хотят по сути дела сформулировать идею, как бы, я не буду говорить, какие партии, но они говорят, вот мы за русских, но мы все русские, все любим Россию, и Россия строилась именно как федеративное государство, великий русский народ вокруг себя держит те коренные народы России, которые живут с ней веками, отделить сейчас их каким-то образом и если идти по логике вот этих в кавычках друзей России, то получится, что все вот эти окраины, Северный Кавказ, к сожалению, это очень чревато, это то, что наши отцы, деды и прадеды проливали свою кровь, дело ее великое, огромное, они ее, наоборот, хотят уметь. Кстати говоря, абсолютно убежден, я, хоть и не проповедую коммунистические идеологии, но считаю, что миллиарды потратили западные спецслужбы, чтобы разрушить Советский Союз. Сейчас не меньше денег тратят, чтобы разрушить Российскую Федерацию, ее федерализм, дескать, вот Россия для русских, это как бы от Москвы до Рязани, этого категорически допустить нельзя, Россия должна развиваться, свободные территории, должна заселяться людьми, которые любят Россию, которые жили на территории бывшего Советского Союза, вот это закон о гражданстве, который, кстати говоря, тоже в Третьей Государственной Думе принимали, я голосовал против многих его положений, упрощенное нужно было гражданство сделать для лиц, которые, например, в семье, скажем, жила русская или муж, если один из членов семьи русский, муж или жена, автоматически должны получать гражданство. В любой стране мира человек, который имеет нацию, одну из титульных наций, которые в Конституции, они автоматом получают гражданство. У нас люди, которые в семье, они русские люди, но жили где мы в Казахстане, им гражданство получить целые проблемы. Они не могут видно жительство пока оформить, медицин и получить, работу не могут получить. Мы должны упростить для начала организацию получения гражданства для людей, которые исключительно пусть это будет через экзамен. Если есть сомнения в его знании истории России, если есть сомнения в знании языка, пожалуйста, пусть сдает экзамен. Кстати, если не люблю породить пример Америку, но там, чтобы стать гражданином Соединенной Америки, нужно сдать экзамен на знание языка и знание истории Соединенных Штатов. Я думаю, что это можно сделать, но упростить настолько, чтобы у нас население не умершалось ежегодно на миллион создать условия и организовать систему управления, чтобы российские женщины могли не бояться, не оглядываться на свои, извините меня, коммунальные условия, чтобы рожать. Мы должны сказать молодым, хотите жениться, пожалуйста, вот первые пять лет у вас первый ребенок, вы получаете однокомнатную квартиру, появился у вас второй ребенок, получили двухкомнатную квартиру и так далее. Государство должно тратить деньги на обустройство своего народа, на создание ячеек этого общества семьи. Обещание, которое сейчас нас кормят, увеличить пенсию и так далее, это, по сути дела, возмещение разницы в происходящей же квартальной инфляции. Поэтому Государственная Дума должна обеспечить парламентский контроль за исполнительной властью. Исполнительная власть должна быть подконтрольна народа, должны быть общественные институты. Вспомним, давайте, царскую Россию. Везде, где можно было, люди с удовольствием занимались милосердием, создавались приюты, создавались дома для людей, которые не могут... Не было таких вещей, как сейчас. Бомжи на улицах. Да, я обратил внимание, когда изучал историю. Это наши народы, это наши люди, которым жить негде, они превращаются в лиц без определенного места жительства. Но там еще земская была система управления. Земская система управления, безусловно. И общины, понимаете, общинная организация деревни российской, это очень ценное завоевание. Сегодня до сих пор еще не могут люди, которые хотят заняться крестьянским трудом, заняться и в полную меру, потому что реальных таких возможностей для развития фермерского, так называемого, крестьянского хозяйства нет. Развитие сельского хозяйства это главнейшая, глобальная задача. Россия была сильна своей деревней, своими полями и своими крестьянами, которые любили землю, трудились на ней. Но мы должны создать условия, возродить это, возродить возможность для людей в полной мере, хоть и жить на деревне, работать на сельское хозяйство, на себя, пожалуйста, иди работай, получи кредит, льготный, беспроцентный может быть, или с мизером, и развивай, пожалуйста, сельское хозяйство. Хотите делать свой бизнес в малой и средней предприятиях, то же самое должно быть льготное кредитование, или как человек взял кредит, произошел кризис, против него возбуждают уголовное дело, его банкротят, тысячами их сажают в тюрьмы, я как адвокат об этом знаю, сегодня у нас растет тюремное население, а не население страны, нам нужно и в этих условиях, которые наши содержат заключенные, несравнимы с другими странами, кстати говоря, я считаю, что вот в целом правовой аспект нашего будущего устройства страны заключатся в обеспечении и создании условий функционирования общественного контроля за судебной властью, за исполнительной властью, как это должно выглядеть? Давайте возьмем пример хотя бы советской системы, хоть она и была таким фиговым риском, это социалистическое правосудие, но оно было формальным, но тем не менее судьи отчитывались перед избирателями. Все-таки отчитывались они, да? Отчитывались, да, сегодня такого нет, сегодня у судей высокая зарплата, но он не независим, он должен полностью быть независим от своих губернаторов, от местной власти, от федеральной власти. Судья, который назначается на 4 года председателем суда, он, конечно же, будет угождать высшестоящему начальству и давить на своих судей, а суди будут его бояться, потому что у него не технические функции, а функции распределения дел. И, честно говоря, нам нужно сделать так, чтобы люди наши тоже зауважали суд, чтобы они знали, что они пойдут в суд и добьются справедливости, что суть независима, подчиняется только законам. Для этого вот все говорят, что это надо сделать, а как сделать? Вот профессиональные юристы, к сожалению, которые не идут в Государственную Думу, в Государственную Думу избираются люди, которые дают обещания, которых практически не выполняют. все благие пожелания наши таки остаются благими пожеланиями. Вы понимаете, беда-то в чем? Что специалисты по правотворчеству и законотворчеству в Думу не проходят. Вот если вы возьмете, например, программы разных партий, объективно, в каждом парламенте в любой стране должны быть и левый, и правый, и центр. У нас уже, который парламент, нет правых. Потому что наш народ просто пока еще находится, к сожалению, в этой вот власти одурманивает наш народ со всех сторон. Потому что они не понимают, что есть партия вождистки, где стоит вождь, лидер, который крысит там мы за русских или там другие, я не хочу имена чьи называть, потому что это просто понимать должны. И есть идеологические партии. Например, коммунистическая партия это идеологическая партия. У нее левая идеология. Правая партия это тоже идеологическая партия, правая идеология. У нее в основе что? Закон, право, справедливость. Это во всем мире. Да, вспомните, работа и договорные отношения, и отношения России с Америкой двигаются вперед тогда, когда во власти кто? Правые. А кто это? Республиканцы. Республиканцы. Вы понимаете? И то же самое в России нужно округи свои вернуть. Парламент должен быть парламентом, коли у нас нет императора, нет короля, нет царя, но хотя бы должна быть президентская власть, но она должна балансироваться исполнительной и законодательной властью. При этом судебная власть должна быть абсолютно независимой. Независимая, я согласен. И она подконтрольно народу, общественности, подчиняясь только закону. Никто не может судье сказать, и он не должен бояться, как сегодня спрашивают, почему не приняли решение в оправдательном приговоре. Ну, потихоньку в кулуарах говорят, а знаете, Гестрим Борисович, мы боимся, что нас обвинят в коррупции. Лучше я дам три года условно, чем дам объявля оправдательный приговор. Мы должны исключить такую ситуацию. Мы должны быть убеждены в том, что судья не боится ни губернатора, ни председателя суда, он смотрит только по закону и принимает решение на основе десяти заповедей и на основе закона. Гасан Борисович, вот даже мы смотрим, когда американские фильмы, фильмы европейские, я не помню, вот недавно какой-то фильм, вот судья сидит и на нее пытают, и с ней пытаются разговаривать, и губернатор, и все, а она нет. Говорит, вот будет так, потому что она независима в данный момент, которая выносит решение. Сила судебной власти заключается в том, что решение суда воспринимается в правы государства как окончательным и оно даже справедливым. Вот в некоторых странах мира Верховный суд называется судом справедливости. И мне кажется, что нам в России надо создать суд справедливости, чтобы он был скорым, справедливым и законным, чтобы люди не боялись идти в суд. И, наконец, мы должны понимать, что без укрепления российской армии, без создания именно вот сегодня такая ситуация, к сожалению, что в общем-то армию развалили. Мне, как человеку, который, в общем-то, определенную часть своей жизни отдал военной службе, я понимаю, что сегодня это очень важная задача. Нам нужно готовить кадры, чтобы они могли защищать нашу страну. Что бы ни было, если хочешь мира, всегда говорят, готовься к войне. Поэтому нам нужно защищать свою страну, нам нужно сильную армию, подготовленную, профессиональную, но для этого нужно, чтобы им платили нормальную зарплату, чтобы офицеры свои квартирные эти деньги вовремя получали. Я уже не говорю, что у нас есть люди, которые свои боевые вовремя не получают. Сейчас подняли же зарплату. Подняли, этого недостаточно. Нет у людей жилья. Я считаю, что офицер максимум год должен быть без личного жилья. Он должен жить в общежитии, через год максимум у него должна быть квартира, чтобы он мог создать семью, чтобы он не оголился назад, чтобы пенсия военнослужащего была не хуже. Я уже не говорю, как это было при царе батюшке, но хотя бы как в Советской России, в Советском Союзе военно-пенсии гордились, она обеспечивала, она была достаточно, и мне кажется, нужно обеспечить ветеранов, пенсионеров, чтобы они достойно проводили свою старость, потому что жизнь свою, молодость свою отдали защите Отечества. То же самое армия, флот должны серьезно перестроиться, правовой аспект этой проблемы очень широк, в основе должна быть исключена дедовщина любая, должны быть созданы правовые отношения между командирами и подчиненными, именно правовые, как во всех странах мира, никакого насилия, все должно быть исключительно по уставу, по закону. То, что сегодня у нас творится в тюремной так называемой системе УФСИН, называется Федеральный Сольфон под наказанием, все знают, пришло новое начальство, делают, пытаются серьезные шаги, но этого недостаточно. Тюремное население, которое сегодня в России приближается к миллиону, содержится в нечеловеческих условиях. Если человек совершил преступление, попал в места лишения свободы или временно отбывает до суда в следственном изоляторе, там, где на 10 мест сидят по 340 человек, это недопустимо. Мы должны создать условия с одной стороны неотвратимости наказания, чтобы ни один виновный, который совершил преступление, не ушел о справедливом наказанием, и чтобы каждый виновный признанным судом таковым, на основе презумпции невиновности отбывало наказание в человеческих условиях, чтобы он, вернувшись, понимал, что он отбывал наказание в гуманных условиях, что его не пытали, что он вернулся здоровым, а не с четырьмя видами тяжелейших заболеваний, в том числе дуберкулезом, например, мы должны исключить эти страшные, позорные явления и жизни новой России. Новая Россия должна воспитывать молодежь, которая ценит многоцветие народа в России, которая понимает, что развитие Российской Федерации зависит, ее судьба зависит напрямую от того, как мы работаем, мы должны трудиться и заниматься трудом на основе закона, что если человек зарабатывает, то дорого понимает, что не обмануть государство и не платить налоги, мы должны научить, чтобы национальная идея стала уважать свое отечество, но человек должен знать, что уплачиваем налог, пойдет действительно на дороге, если это налог на дороге, что эти деньги не будут распилены, как сейчас говорят, в бюджете по кусочкам, в том числе с участием самой власти. А как это сделать? А вот это сделать очень непросто, но для этого нужно усилить роль парламента. Вот за исполнительной властью должна наблюдать и доработать парламентские контроли. Например, у нас по-прежнему нет института парламентского расследования. Например, если совершены преступления высшими должностными лицами, скажем, министрами и так далее, должны включаться не просто следственный комитет, а член правительства должен быть подконтролен. Если возникла ситуация, возбудил депутат ходатайства, он должен иметь право, чтобы по его ходатайству было возбуждено парламентское расследование. Я обратил внимание, даже вот Литва, вроде маленькое государство, Литва, там против одного из президентов возбудили уголовное дело, потому что он вовремя, ну, в общем, как-то неправильно предоставил гражданство одному русскому предпринимателю, который помог ему. Он-то бы дал гражданство, даже вот вроде по нашим, ну, в наших условиях это кажется такой мелочью, да, а там возбудили уголовное дело. То есть, более-менее как-то работает система, да, получается? Что еще меня вот как адвоката, как ректора вуза, что, честно говоря, напрягает и беспокоит будущее наших детей, внуков и правнуков? Очень много молодежи не заняты ничем. Во-первых, в раньше времена и до революции, и в советской читали книги. Сейчас интернет, думать, раз интернет залез, никаких книг не нужно. К сожалению, это очень большая проблема. То есть, это приводит к наркомании, это приводит к преступности несовершеннолетних, и, к сожалению, мы видим многих молодых людей в тюрьмах. В тюрьмах и попадают туда иногда по разным, иногда надуманным основаниям. Поэтому, вот то, что сейчас изменилась вывеска, ну, а недавно приводил один пример, что была Волга, а на него повесили табличку, что это Мерседес. Вот, примерно так, милиция была, стала полиция. Ведь на самом деле, если мы вспомним, я сегодня привожу пример, здесь как раз ссылаюсь на дореволюционное время, но, да, была политическая полиция жандармерия, да, но была полиция, к которой любой человек мог обратиться, и все знали, что русский полицейский это очень совестливый человек, это обязательно набожный человек. Любой гражданин к нему мог обратиться за помощью, полицейский тогда еще имел право, если не был, не приехал врач, даже роды принимать. Сегодня у нас такое отношение нужно сделать вот мне, человеку, который после завода начинал работать в уголовном розыске, приходилось быть, так сказать, комиссаром оперативного комсомольского отряда по борьбе с преступностью добровольно, мы были комсомольцы, мы были чем-то заняты, пионер, комсомолец, там, член партии, да, но нужно что-то нам тоже в молодежной организации создавать, действительно, российского, такого здорового, патриотического направления, чтобы воспитывать людей, любить свою родину, и вот я просто хотел два слова сказать о системе правоохранительной, это очень важно, следствие должно быть независимым, оно по-прежнему, я уже 20 и более лет говорю, что нужно создать следствие, слава Господу Богу, его создали, но теперь все, кто занимаются расследованием, должны быть под одной крышей в одних погонах, они должны быть под разными погонами, следствие должно быть, вот сегодня возглавляется оно Осадов Ивановичем Бастрыкиным, они все должны отойти к этому органу, но при этом следствие должно быть под оком государевым, надзор за следствием должен осуществлять не сами следователи и их начальники, а все-таки прокуратура, или, как в других странах, Министерство юстиции, то есть органы юстиции или органы прокуратуры должны надзирать, зачем, не за теми действиями следователя, правильно он расследовал или неправильно, а именно за осуществлением процессуальных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законам, а именно законность проведения следственных действий, условия раскрытия преступления, предотвращения преступления, сегодня почти что нет системы профилактики правонарушений, нужно к этому вернуться, нужно предупреждать правонарушения, в Советском Союзе была такая профилактика, и, конечно же, если независимый следователь, неподчиненный МВД или ФСБ или прокуратуре, выносит, ведь он что за задача следователя? Он должен расследовать тот конкретный случай, который подпадает под действие уголовного закона, например, совершено тайное похищение имущества, кража, значит, надо найти, кто эту кражу совершил, надо найти условия, которые способствовали совершению, и надо принять меры по предупреждению в дальнейшем таких преступлений. И возьмем любую отрасль законодательства, любую от правов правоохранительной системы, скажем, вот мы сейчас говорили о следствии, да, но следствие должно не только расследовать совершение преступлений, ее важнейшей краеугольной задачей должно быть осуществление этой деятельности правовыми средствами, то есть не выбивать признание любой ценой, да, а добиваться, чтобы система организации расследования отвечала требованиям закона. Если какое-то доказательство добыто незаконным путем, то эта доказательство не должно приниматься судом, и следователь должен понимать, что прокурор такое обвинительное заключение ему не утвердит. Сегодня смотрите, что происходит. Следователь, который подчиненный по сути дела начальнику следствия расследует, а прокурор утверждает обвинительное заключение. Таким образом прокурор, как бы соглашаясь с доводами следствия, представляя по сути дела государственное обвинение, волей-неволей становится на позицию следователя. А надо бы, вот в моей точке зрения, по-другому. Расследовали преступление, следователь считает свою обвинительную правильную и говорит, вот такие-то доказательства. Задача прокурора, если он с ним соглашается, он должен утверждать. Следователь подписывает и говорит, что вот я утверждаю, что Иванов виноват. По таким-то, таким-то статьям. Вот такие-то свидетели это показывают, вот его отпечатки пальцев и целый ряд экспертиз подтверждает его виновность. Приходят прокурору, прокурор говорит, да, я с следователем согласен и буду поддерживать государство введения. Именно поэтому он пишет согласовано. А сейчас он пишет, утверждаю. Вот эти тонкости очень имеют большое значение. Дальше идем. Приходит дело в суд. Суд проводит заседание. Если он в распорядитель заседания видит, что представлены доказательства с нарушением закона или какие-то процессуальные моменты, судья должен иметь право незамедлительно вернуть дело прокурору. Сегодня считается, если вернули дело назад прокурору, это такой брак, что прокурору нужно снять с работы. Это примерно как сегодня. На милицию и на полицию возговорились столько функций, что участковый должен, если взять его единицу рабочего времени, скажем, за 10 часов, то примерно более пяти часов он должен писать отчеты, проводить разные арифметические действия и вообще стремиться выполнить некий план. Надо от этой системы уйти. Надо сделать так, чтобы отметкой полицейского было не количество, а качество. Чтобы они отчитывались не за каждого посаженного или придуманного имиджа бывают факты, когда они сами создают ситуацию в сценарии для того, чтобы показатели вплоть до провокации взятых. Это надо исключить. Надо сделать так, чтобы люди не боялись идти в полицию, надо сделать так, чтобы сами полицейские служили народу, а для этого надо им дать тоже квартиры, им надо социальный пакет, обещанный 20 или 30 или 40 тысяч рублей погоды не сделают. Полицейского надо сказать, милый мой, вот до 5 лет работаешь, получаешь квартиру, жилье на государственной основе, но если ты следующие 5 лет нарушишь закон, у тебя это заберут, как минимум, или потеряешь треть. То есть он должен знать, что если он нарушит, он потеряет социальный пакет. Иначе говоря, получение взятки должно быть невыгодным. Борьба с коррупцией на словах и на бумаге должна немедленно прекратить свое существование. Надо людям всем объяснить, что с помощью коррупции ничего решить в стране нельзя. Сегодня наоборот. Все приходят к адвокату и говорят, вот дайте мне адвоката, который знает судью. Не говорят, дайте мне человека по рекомендуйте, который знает материю права, профессионал в этой отрасли. Это катастрофа. Нельзя допустить, чтобы по этой схеме, кстати говоря, нынешний президент Дмитрий Анатолий Медведев, хоть он и не собирается быть следующим президентом, но посылы дает правильно. Но это же надо теперь реализовать. Надо же создать систему реализации этих посылов. Да, а почему ее нет, пока не реализовывает систему? В силу всех этих причин, исторических с одной стороны, вот, к сожалению, за 80 лет сложилось определенное традиционное, я бы сказал, по инерции мышления. С одной стороны, люди привыкли, что получить от государства. Но от государства могут получить только те, которые могут строить рискуя жизни. Это работники спецслужб, надо им отдать должное, это полицейские, это суди, прокуроры и наш брат адвокат тоже в зоне опасности, потому что и адвокат защищая, и прокурор обвиняя, они оба принимают участие в осуществлении важнейших государственных функций, коим является осуществление правосудия. Но, к сожалению, адвокат, вот я два слова про адвокатуру скажу, адвокаты сегодня абсолютно не защищены. равенство прав, обвинения и защиты неадекватно. А все говорили о равенстве. Да, реальной состязательности в судебном процессе пока нет. Более того, закон об адвокатуре, который мне довелось докладывать в Третьей Государственной Думе, он изменен, и его концепция изменена почти на 75%. То, что было в присяжной русской адвокатуре, выборность, совет присяжных, у нас, к сожалению, отменено выброс в адвокатуре. Существует такая своеобразная вертикаль власти. Два срока подряд президент, каждые два года по его представлению ротируют, так, честно говоря, каждого неугодного убирают, ставят угодных людей, прямых выборов нет президентов адвокатских палат. Адвокатура превратилась, по сути дела, с одной стороны в губернскую организацию, где адвокаты состоят в реестрах адвокатских палат субъектов Российской Федерации, а федеральная палата это орган самоуправления палат субъектов Российской Федерации. Но адвокат там не состоят, платя при этом взносы. Конституционный суд Российской Федерации еще 28 февраля 2011 года вынес постановления. По сути дела, указав Федеральной Палате, что она не имеет права представлять адвоката в России. Казалось бы, куда еще страшнее сигнал. Примите меры, измените закон. К сожалению, ни сама Федеральная Палата, ни Государственная Дума этого не делают. А почему? В чем причина? Да потому, что незащищенный адвокат, это незащищенный россиянин. Не может эффективно адвокат защищать права человека, если у него нет инструмента, который называется законом, где содержит совокупность его прав и обязанностей. А обязанности есть. Бесплатно обязан обслуживать определенную категорию населения. А зарплату адвокату не платят. Говорят, вот адвокаты берут там деньги, ну а как же они могут брать только их деньги у клиентов? Притом через кассу они себе в карман. за конкретную работу по согласованию с своим доверителем. Конечно, есть адвокаты именитые, которые с экранов не слезают, у них там за час определенная высокая ставка, есть помоложе, а есть адвокаты, у которых вообще вот в регионах и 5-10 тысяч вместе заработают. Кстати говоря, Российская Академия Адвокатуры это единственный вуз сегодня в стране, который готовит себе специалистов. это адвокаты, это нотариусы. Притом одна группа нотариусов, которые по направлению нотариальных палат, из них вырастают помощники и нотариусы, две группы адвокатов, ну, чего греха таить. Все прекрасно знают, адвокатам, невыгодные нотариусам, иметь много адвокатов и нотариусов. Поэтому нотариусы регулируют количество нотариусов в городах и субъектах федерации, адвокаты пока не регулируют, но уже этот процесс пошел. Если поступает 100 человек, ну, в среднем принимают, может, 15-20. С одной стороны, причина в том, что, к сожалению, даже некоторые именитые вузы так выпускают нынешнюю молодежь, что диву дают всех речи. Они еще, у них не созрело юридическое мышление. А эрудиция у них, к сожалению, у некоторых даже после полного высшего образования, двухлетнего стажа, отсутствует юридическое мышление. Эрудиция элементарная. Вот нам нужно сегодня поработать над юридическим образованием. Мне кажется, это точка приложения усилий нашего государства. Юристы должны воспитываться и выпускаться под оком государевым. Иначе говоря, не жалеть денег на бюджет, но если это не государственный вуз, пожалуйста, кто хочет идет туда. Но права у них одинаковые и условия одинаковые. Но в этом случае и не государственный вуз должен иметь право на бюджет и государственный. Но только должна быть система контроля критериев, по которым тот или иной вуз можно признать профильным, а именно который готовит специалистов данный отрасль. Например, госсоказ МВД. Вот у нас есть обязательства перед нашими выпускниками. Мы им даем право поступить на работу после окончания вуза. Помощник адвоката стажер адвоката, помощник нотариуса стажер нотариуса. Поэтому мы не гомимся числом студентов. Мы отбираем людей по внешнему виду и по их эрудиции. Это крайне точно так же сегодня поступает Академия МВД, Академия правосудия. И поэтому, к сожалению, там химические вузы, которые готовят юристов, они ходят и в поисках работ. Безусловно. Это проблема. Александр Борисович, время нашей передачи уже подошло к концу. Действительно, я думаю, что вообще в перспективе может быть даже есть смысл открыть такую серьезную правовую рубрику вот здесь на образовательном канале. Ну, большое еще раз вам спасибо. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, мы попрощаемся. Всего вам доброго. До свидания.